Фильм, основанный на мотивах книги Роберта Гораева «Слово пацана», будет снимать в Казани и ряде городов России популярный режиссер Жора Крыжовников, автор сериала «Звоните Ди Каприо», «Геология Горько» и «Самый лучший день». Кто все это видел, знает, какие вкусные и сочные персонажи. Здесь вырисованы гипертрофированные и натуральные одновременно. Мне стыдно за вас, что вы такие. За родину мою, за Россию стыдно. За меня не то, что яхты, за меня рынки в центре Москвы. Да я миллиардерам отказывала. Я, Алина, шепот, мать вашу! А тут пьянь с жезлом. Ты чумелишь, а? Что ты знаешь о родине? Он выпил 50 грамм для голоса, он тебе же петь хотел. О казанском феномене не знает лишь ленивый. Говорил и о нем даже Геннадий Хазанов, который увидел в Казани мальчика в телаге и трико с лампасами. У меня было ощущение от гопнической Российской Федерации вообще. И в данном случае Казань была всего-навсего составной частью этого образования. Сига есть? Нет. А если найду? Мы заходили в коммуналку, общага театральная такая. И там, наверное, года четыре было. Мы туда заходили, и там сидело, наверное, пять-шесть режиссеров каждый божий вечер. Все в дыму, везде бутылки валяются, и они что-то нервно обсуждали каждый божий вечер. Ну это ты имеешь в виду театральный, а вот не пральщики, шпаны, группировщики, матрешки. Нет, такого за столовым. Сам же автор книги «Слово пацана» знает о гопничестве не понаслышке. Мотался сам, как и его соотечественники. В 80-е годы группировки делили асфальт, вот реально боролись за какой-то символический авторитет, не настоящий. А деньги туда велика, экономические смыслы пришли только с начала 90-х. Сегодня в одном из клубов города присматривались гопоте 90-х годов. Конечно, они далеки от такого романтического бандитского колера, однако физиогномически вышли. Дело-то даже не во времени, а дело в том, что у каждого человека в этом времени было. Потому что, условно, одна и та же история к каждому человеку может быть по-разному увидена и преподнесена. То есть для одного 90-х годов это период какого-то счастья, потому что ему было в личной жизни хорошо, я условно говорю, да, а для кого 90-х годов это полный упадок. Съемки восьмисерийного фильма начнутся в декабре этого года, а пока нужно воссоздать эпоху тяпляпы, ходишки и низов. Были же времена, куда от них не деться. В нашем любимом городе. Всегда выход из группировки карался каким-то физическим насилием, то есть тебя как минимум могли побить, но могли еще понизить в социальном ранге. Опустить, если ты сделал что-то, не соответствующее кодексу группировки, предал, например, предательство, это преступный, вообще любой криминальный мир не пускает, прежде всего, предательство. Опустить в смысле изнасиловать? Далеко берете. Опустить можно было в казанке и группировке двумя способами плюнуть, можно было устроить мочеиспускание, а насилие, то есть как сексуальное насилие, как способы изгнания из группировки, я не слышал. Дмитрий Пиаваров, Дмитрий Жженко, Александр Царегородцев. Телеканал Эфир.